Субтитры сделал DimaTorzok Да, точнее, если мы пошли бы за крестью, тогда форма возникает. Окей, погнали. Все закрыто. У-у-у-у-у! Какой же сквозняк у нас дует! У-у-у-у! Почти напугал, если бы я не думал об этой двери. Так, где-то играет музыкальная шкатулка. Художничек. Кто-то не хочет, чтобы кто-то играл на музыку. Кто-то против этого? Ну ладно. О, записка. О мальчике, который вдруг проснулся в пещере. Там же он обнаружил загадочную записку и пистолет, а затем преодолевает путь через различные препятствия. Леса, поля, реки. Наконец, он натыкается на небольшую лачугу. И тут оказывается, что все вокруг плод его подсознания. Потрясенной детской травмой, он убил парня, который погубил его отца. В настоящем же мире он все это время пускал слюни и лежал в психушке. Понимаешь? Такой поворот, конечно, в диковину. Ну, думаю, народу понравится. Может, накидать мне эскизов. Если ты заинтересован, я вышлю подробности. Честно говоря, я хочу, чтобы именно ты взялся за эту работу. Это принесет хороший доход. Да, и к тому же ты отвлечешься от... Ну, ты знаешь. Всего остального. Пожалуйста, ответь мне как можно скорее. Томас Калдев. Калдвелл. Калдвелл. Чего-то не пойму. просто мигает фонарь и все мигает фонарь смотрю хорошо помигал фонарик нужно было к ней подбежать потому что как вы помните мы должны к ней бежать несмотря ни на что творческий кризис привет хороший творческий кризис дверь можно закрыть блин я вот говорю за это вот освещение нет вообще я же ни хера не вижу если что-то цены найдется иди в срак я дверь закрывал а стоп а стоп да уж крутящий момент из нашей жизни июнь не забудь день рождения маргарты его жены 23 мая к этого человека которые когда-то любили друг друга до безумия могут стать такими чужими мой муж перестал со мной говорить он сидит своей мастерской усердно отрабатывая одну неудачную картину за другой он даже не ложится со мной спать мне кажется и ему противно этот взгляд которую он одарил меня на днях жалкий болезненный взгляд смесь стыда вины и отвращения я поняла что в глазах моего супруга я стала чудовищем такое не должно испытывать ни одна женщина я должна быть хорошей женой поэтому мне не остается ничего кроме как воплотить его фантазии если он считает меня чудовищем что ж так то мой быть ну не так и такое же в вашей степени быть чудовищем короче пошли у нас сугубо говоря скримеры на скримерах 15 сентября сегодня еще больше записаны даже хуже чем до этого а самое грустное то что с согласен с каждым словом так ну смотрите них я походу на втором этаже типа это дворик короче нужно немножко к всему этому делу привыкнуть я понимаю что страшно ну ладно все равно дается выбор куда идти нам предлагает сюда либо пойти нам предлагает сюда либо пойти ну я пойду сюда так тут что то есть болваны слепые глупцы болваны идиоты уродина уродина ты заказала правдивый портрет вот я и нарисовал шлюха может мне вбить твою тупую башку немного художественного вкуса он стала сильным картинка сейчас бы сюда скримера знают молнии такое изображение счета о стоп я чуть не шел вниз посмотри а вот эти ящики доминошки очередная записка которую мы не можем просто взять прекрасно ну погнали в комнату читальный зал это спуск вниз ну ладно нам хотя бы показали что нам нужно вниз ключик я вижу ключик все цель моего движения изучена что жена ждет с вами впереди в библиотеке библиотека очередная фотка которую я не могу взять на хера документов которые по идее мы можем взять но в тот же момент и не можем так подожди пока ага то есть я могу туда пойти да но это легкий путь пойти туда куда нам открыта дверь она конечно же пойду туда откуда у нас ключ а вдруг это ключ от всех дверей не обязательно от вот этой его жена и ребенок все-таки у них был ребенок и у нее выкидыша все-таки не было то есть походу он просто в искусство поглотился полностью и забыл о жене с ребенком пока что у меня такая теория откуда тут телефон где за стеной телефон а л�па Nations я а др л л ладно уважаемый господин Откровенно говоря, ваше письмо не стало для меня неожиданностью. Коллеги сообщили мне, что ранее вы также обращались с подобными вопросами к ним. И понимаю, что для пациента вполне нормально просить взгляды со стороны. Думаю, 16 отзывов вам будет достаточно. Из уважения к вам и вашей жене я досконально изучил эти дела и вынужден согласиться с коллегами. Непроизводный мышечный спазм не редкость у людей. Получившись такие сильные ожоги, как у вашей жены. То, что вы называете странным осколком и нервными визгами. И на это определенно вполне можно было бы обидеться. Может быть последователь последствия повреждения нерва. Впрочем, минимальный смех, который вы упоминали, относится скорее к отклонению психических после травматических синдрома. Является довольно распространенной и ничего постыдного в этом нет. Что касается требований вылечить вашу жену, то вы должны понимать, что все пережито нельзя отменить одним щелчком. Это долгий кропотливый процесс и без вашей поддержки тут не обойтись. Вы всегда можете связаться со мной или с кем-то-нибудь из моих коллег, чтобы обсудить долгосрочную программу реабилитации. Искренний ваш Роберт Ричард, доктор медицинских наук. Очередной гребаный шарлатан. Тупой телефон, надоел. Ох, прекрати. Почему я ответить не могу? Откровенно говоря, ваши письма не стали мне еще... Почему я взять трубку не могу? Я не врубаюсь. Слышусь. Слышусь. На, слушай. Слышусь. На, слушай. Ага. Но я не собрал то, что от меня требовалось. Там воспоминание этот шум, слышали? Бля, ладно. Одну часть мы упустили. Тревожное воспоминание. Короче, походу, какой-то пожар все-таки случился, что его жена обгорело лицо. Дорогая, не волнуйся. Я не боюсь тебя. Наверное. Так, снова очки. Пролончики. О, крысы. Хлопающий ужас. Тихо. Постоянно хлопают крыльями. Едят других крыс? Ладно. Ну, блин, плохо то, что мы все-таки... что мы все-таки воспоминания одну упустили то что в игре воспоминания это довольно важная вещь включим включим свет лет печально все равно еще участок памяти потерял ладно поехали вот мы и приехали оставь надежду пока можешь в любом случае как ваш адвокат я должен предостеречь вас от не обсуждать необдуманных поступков другие словами не делайте глупостей у нас еще есть возможность выиграть это дело хотите верьте хотите нет но я вытаскивал клиентов еще и не из такого дерьма просто не усугубляйте ситуации вам нужно залечь на дно пока я буду обсуждать решение суда это социальный работник определенные точит на вас зуб можно его использовать в своих интересах выставив вас жертвой системы скорбящий муж секундное помутнение рассудка переусердствующие бюрократы поверьте это лучший вариант у учитывая все чего через что вы за последнее время прошли у нас есть шанс 50 на 50 но только в том случае если вы не станете убеждать окружающих что сошли с ума никаких больше выхода никаких оправданий а лучше вообще не показывайтесь на людях вы еще можете побороться за свою до до не знаю что я так не понял тип погибла она зарела в огне этого дома пустая 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 комната чувствую там я упаду почему-то мне такой прическа что это но в против крыс я не могу пойти как я поднимаю пока что ладно веди меня крыска очень кандалы ладно считайте умылись я думаю тут провалюсь ну ладно вопрос куда мне лучше идти то что по сути там должно было быть закрыто и нам должны были сказать за дивану но снова я не уверен они тихо плывут засорят канализацию шерсть в воде не буду принимать вану короче он боялся крыс этих и даже не принимал ванну как я понимаю крышку надо закрывать ой ладно нет я лучше выйду а то свет этот мигает чертов ладно и тут мигает ну хочу этот цвет мы просто все с вами исследуем пытаемся найти все 100 панда то есть если тут тоже мог сойти а так бы я сейчас убежал и не зашел значит тут еще защелки на некоторых дверях так но я там что-то видел там листик какой-то валялся ключ необходимый нам ключ так продолжаем на чем этом остановился куколка от любви до не ности мужчина арестован за похищение собственной дочери ранее сегодняшний днем тихий мирный район лицезрел сцену будто списанную с криминальной драмы социальные службы вместе со вооруженными полицейскими на нагрянули на резиденцию некогда знаменитого художника который в недавнее время овдовел по всей видимости мужчина ворвался в детскую больницу в центре города и скрылся в маленькой пациенткой с маленькой пациенткой наши источники заявляют что на самом деле девочка была дочкой злоумышленника который ранее выглядел из больницы после семейного суда после того как переговоры окончились неудачи боюсь что мужчина может навредить ребенку полицейские штурмом ворвались в здании и задержали подозреваемого свидетели заявляют что когда врачи выводили девочку из дома мужчина упал на колени и стал выкрикивать пожалуйста она все что у меня осталось поистине трагический поворот дела то есть как мы понимаем мать сгорела у главного героя художника есть дочка попала в больницу после чего он ее выкрал и все пошло поехало так подожди а что здесь у нас было так закройся это я использовал ключ также мне есть сюда проход одну сюда по-любому я думал знаете как будет как в думе интернете вот это скремок с зеркалом мыши расхититель и тел что кормятся на мне изводит мой разум не сбежать все же во тьме ну слушайте мы довольно много картин находим с вами а 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 м а а кружим вертин комнату мы вертим так мы с вами в подвал походу пришли так я тут помню тут крыска тогда пробегала стопа где включатель а где включатель здесь включатель был я помню я помню что здесь был включатель когда крыс еще пробегала этот момент я запомнил о какое давление на уж на уж так барабана перепонки могут лопнуть так все поплыл о нифига себе что я могу что и на что я способен хо-хо-хо-хо да будет хаос лети лети вверх не думаю ни в чем просто лети не фальшив но типа тот момент что типа его и жена играет куда мне те висящий кошмар выжидает жаждут шерстяны пиявки боюсь смотреть вверх да ну как я принципе говорил видите дом сгоревший то есть в какой-то степени наш мужик и здоров и мне нужно было отделить плоть от кости поначалу я растерялся не представляю как это сделать но потом отпилил ее ручной пилой сварил и положил кость в ступку мне пришлось ее достать потому что раньше я такого безусловно не делал наконец я смешал порошок с небольшим количеством белой краски вышла отменная грунтовка понятно следующая часть это наша часть тела так как я понимаю ничего нету да но скажите вы что-то видите я лично ни хера не вижу я вижу слабо-слабо силуэты я просто на силуэты эти еду все до свидания выбираемся отсюда так подожди а мне вообще достижения засчитываются руководство подожди мне интересно мне интересно мне интересно что у меня за достижения вообще открываются там было какое-то достижение если не ошибаюсь связано с всем этим а да потратить не меньше часа на рассмотрение картины меньше часа картина самой картины картины имейте ввиду а так я вдохновленный оскар уже получил то я помню просто должно быть достижение связано с открытием ну что давай посмотрим что теперь будет у нас преобразится он во что а м ну блин может быть то просто начало было карта все смотрите это рыба вот присмотритесь хвост тело плавничок рыбья голова глазик прикольно ну что вот моя третья часть тела так сказать давайте на этом тогда закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подпишитесь на канал комментируйте всем удачи всем пока пока пока